Свою лепту в поиске денег для исполнения судебных решений по переселению граждан из аварийного жилья внес и зампрокурора Саратова Андрей Пригаров. Он заметил, что у города есть освободившееся муниципальное жилье, которое можно использовать для удовлетворения судебных исков, не изыскивая при этом бюджетные средства. Однако контроль в городе за подобным жилфондом практически не ведется. Результаты уголовного дела показали, что функций контроля у вас нет, и вы их не хотите осуществлять. Вы ведете реестр муниципальной собственности, но вопросы не перепроверяете и не контролируете. И вы об этом знаете. И система не работает ваша. Я за свои слова отвечаю. В прокуратуру города поступают многочисленные жалобы граждан города Саратова, жителей наших, по вопросам, связанным с ситуацией проживания ими в ветхом аварийном жилье. Одним из вопросов проверки стало вопрос исполнения судебных решений, а именно тех решений, которые получили уже окончательное свое воплощение в исполнительных листах и были направлены в службу судебных приставов с целью обязания органа местного самоправления администрации города Саратов в лице ее руководителя исполнить эти решения суда, предоставить жителям города Саратова жилье для нормального, достойного проживания. Свою оценку прокуратура города дала лицу, который был предупрежден об уголовной ответственности за неисполнение решений суда, которые касались и затрагивали соблюдение прав граждан жителей города Саратова, которые по 3-4-5 лет проживают и вынуждены проживать в жилье, которое не сегодня-завтра рухнет. Вы обратите на это внимание, вы можете проехать и посмотреть, вы можете поговорить с этими людьми, понимаете? В наше издание в 2001-2002 году вам было выделено администрацией Саратова трехкомнатная квартира на улице Электрон. Вам лишь в 2002 году, по нашим данным, вы ее продали. В этой связи вопрос такой. На момент получения моего квартиры нуждаются ли вы в предоставлении жилья? Нуждаются ли вы и сейчас в обучении своих жилья? И вообще, какую информацию можете получить? Я что вам хочу сказать по этому поводу? Ваше издание, информационное агентство «Взгляд» по этому поводу соответствующее заявление направило в прокуратуру Саратовской области, которая провела проверку и соответствующую информацию и ответ вам дала. Поэтому всю информацию, необходимую для вас, я же предупредил в начале брифинга, вопрос к брифингу, может быть, не относится. Вы получите оттуда, имеете право его обжаловать и знать все, что касается этого вопроса и ответа. Ну, у нас другой предмет – общение сегодня. Моя личная жизнь мы с вами побеседуем отдельно, если вам интересно, я расскажу. Андреич, ну как? Перерывом воспользуюсь, я попрошу вас. Ну, прошу? Ну что, Андреич, поговорим? Спешу, спешу. Спешите? Ну, два вопроса буквально, Андрей. Спешу. По поводу территории общеполин, которую вы захватили около своего дома на Лонбе. Почему? Вы не можете? Нам две минуты надо. Не будете говорить? Чего я? Надо уметь не отвечать на вопросы прямо, а еще лучше уходить от ответа, утверждать, что работают, не покладая рук на благо верховенства закона и ни в коем случае не признавать упреки в свой адрес. Правда ли говорят, что некоторые ларьки на проспекте Кирова прикрываются вашим именем? И снова продолжаем. Правда ли пишут и говорят, что в самый разгар мирового финансового кризиса вы и ваша семья выезжали отпраздновать Новый год на Мальдивские острова, но при этом еще и с гувернанткой? Например, стоимость семейной путевки на Мальдивы под Новый год будет стоить не меньше миллиона рублей. По поводу заявления господина Михайлова, главного редактора «Саратовского репортера», есть какие-то комментарии у вас? Не в курсе. По поводу этих Мальдивов? Не в курсе заявления. Гувернанток? Открытое письмо было? Не читал, не знакомился. Я помню, там указывался какой-то один курорт. В Тенерифе и Гуа. Мальдивы, да. Мальдивы там указывались. И, ну, я подробности этой статьи уже не помню, но мы потом и факт проводили проверку, и путевка, ну, надо просто соотнести стоимость путевки, стоимость отдыха на Мальдивы. Ну, каких-либо подозрений, недоумений, по крайней мере, у человека, который проводил данную проверку, а проводил ее старший помощник Совета Война Александровича. Хочу отметить, что он подчиняется не только мне, а он подчиняется и Генеральной прокуратуре на Бимонне, потому что он обеспечивает безопасность и проводит вот такие служебные проверки в прокуратуре Саратовской области в целом, в городских районах и в Кавапарадах. Поэтому у него как бы двойное подчинение, что он результаты всех проверок докладывает Генеральную прокуратуру, ну, соответственно, не менее, конечно. Требление предупреждения в уголовной листности в ст. 2015 году по 28-го наиболее вредительского года по исполнительному производству Набью 7 08-101-�獲 valeur Maxence-perina-berl unknowns. Предоставить скрепчивое жилое помещение Продолжение следует...